Белый дом официально подтвердил, что США разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по целям внутри России. Как пишет New York Times, такой приказ был передан в Пентагон в начале этой недели, но знали о нем не все. Возможно, это объясняет тот факт, что сначала в прессе появились другие сведения. В четверг Washington Post сообщила, что США разрешили ВСУ использовать свои ПВО для уничтожения целей над Россией, если они угрожают Украине. Позже, в тот же день, издание «Политика» сообщило о том, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям внутри России, но исключительно для того, чтобы ВСУ могли отвечать на обстрелы Харькова. И вот теперь разрешение получено официально. Как отмечают источники New York Times, ВСУ начнут применять американское оружие против целей в России в ближайшие часы или дни. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил следующее. «Это значительно повысит нашу способность противодействовать попыткам России перебраться через границу». Надо отметить, что Украина не сможет использовать для этого весь имеющийся арсенал оружия. Поэтому разобраться в вопросе нам поможет военный аналитик Ян Матвеев. Ян, добрый день. Добрый день. Ну, какое все-таки оружие сможет использовать Украина? Да, США действительно сняли вот этот запрет на нанесение ударов по целям на территории, на законной территории России именно оружием американским, но не всем. Отдельно сделана оговорка по ракетам от АКАМС, что их нельзя использовать. И в основном вот эта вот зона использования, так скажем, она ограничена теми территориями Белгородской именно области на данный момент, на которых находятся российские войска, которые собираются или уже передвигаются в сторону, собственно, Харьковской области, то есть собираются вторгнуться на украинскую территорию. Вероятно, если что-то подобное, например, такое же наступление российское произойдет в Сумской области, то это разрешение на использование американского оружия будет расширено и на эту область. Получается, что помимо, собственно, ракет от АКАМС, которые запрещено использовать, украинские военные смогут использовать ракеты для Хаймерс, боеприпасы различные, и ствольную артиллерию. Но ствольная артиллерия, на мой взгляд, большого такого влияния не играет. Да, там есть боеприпасы кассетные, которые довольно эффективны против пехоты, против легкобаронированной техники, но опять-таки это значит, что придется передвигать артиллерию близко к линии фронта, это опасно. Я думаю, что основное значение, конечно, имеет Хаймерс, потому что он бьет на большое расстояние, и можно обстреливать российские войска в Белгородской области с относительно безопасной дистанции. Но давай все-таки еще раз проговорим, какие конкретные территории могут попасть в зону поражения, поскольку, если даже говорить о Белгороде, то мы там имеем в виду и Белгородскую область, и сам город, или что-то еще. Я думаю, что о городе речь, конечно, не идет. Скорее всего, там нет какой-то карты, скажем, или отметок, или какой-то глубины, на которую можно стрелять по российской территории. То есть там оговорено, что можно наносить удары по войскам, которые собираются, собственно, участвовать, нападать непосредственно на Украину, участвовать в вот этом вот наступлении в Харьковской области. То есть, наверное, это ограничение примерно на несколько десятков километров вглубь именно по скоплениям военных, военной техники. Там сделана оговорка, конечно же, про гражданские объекты, то есть гражданскую инфраструктуру обстреливать нельзя будет. Например, мосты, то есть, да, естественно, для всех, наверное, очевидно, что там дома нельзя обстреливать, никаким оружием никогда, ни при каких условиях, но про мосты, там, про железные дороги есть вопросы. Ну вот, судя по всему, американцы не разрешают обстреливать, скажем, мосты, потому что они являются и гражданской инфраструктурой тоже. Но вот все скопления военных, да, они могут попасть под удар. Но мы ведь не можем отрицать того факта, что военные преступления, ну или, скажем, военные ошибки, они случаются с обеих сторон. И, в принципе, если говорить про приграничные территории, то там очень часто может быть и плотная застройка, и военные цели могут находиться рядом с какими-то мирными объектами. Я же правильно понимаю, что это разрешение со стороны США, оно повышает опасность для мирного населения? Безусловно, повышает. И во многом степень этой опасности будет зависеть от российских военных. То есть, буквально, если они соберут большое количество техники, скажем, в населенном пункте, то перед украинскими военными возникнет вопрос. То есть, атаковать ли эту технику, чтобы потом она не вошла на украинскую территорию и не начала убивать украинцев, да, но с риском задеть кого-то из гражданских. Или, соответственно, ждать, пока эта техника выйдет из этого населенного пункта, например. Ну, тут как они будут решать этот вопрос, не знаю. Ну, по идее, как бы нельзя так концентрировать технику, хотя мы знаем, что обе стороны, естественно, и вынуждены, и не вынуждены использовать населенные пункты для, в том числе, концентрации, для перевозки, ну, для, как логистические центры, скажем так, да, военные и так далее. Но есть еще важный нюанс, что американское оружие, которое разрешено использовать, оно довольно высокоточное. То есть, те же самые ракеты «Хаймерс» зарекомендовали себя как очень точное оружие. Артиллерийские снаряды, конечно, не настолько точные. Ну, там, скажем, «Эскалибур» управляемый снаряд, он очень точный, а вот там кассетные боеприпасы уже нет. Поэтому тут перед украинскими военными будет выбор стоять. Если есть риск задеть гражданских, то они, по идее, должны использовать более высокоточные боеприпасы. И тогда действительно ракета «Хаймерса» может попасть не только по военным, и даже там на расстоянии нескольких десятков метров, если будут находиться жилые здания, то, по идее, она не повредит их, ну, или повредит совсем легко, что, возможно, никто из гражданских и не пострадает. Но, конечно, в любом случае такие удары, они повышают риск для жителей Белогородской области. Можно ли сказать, что, так или иначе, решение Байдена беспрецедентно? И в таком случае это будет означать все-таки участие США в войне, раз уж их оружие будет использоваться. Что на это сможет ответить Россия? Я, конечно, не юрист, но, насколько я понимаю, переданное оружие не считается полноценно участием стороны, которая его произвела и передала в войне. Поэтому, наверное, нет. Наверное, вот так вот юридически, официально нельзя будет сказать, что прям вот это удары именно США. Это все-таки удары наносит Украина, на которую напала российская армия, украинское государство защищается и использует то вооружение, которое получила от, собственно, третьей стороны. Точно так же, как российская армия использует, там, скажем, иранские снаряды и беспилотники, там, северокорейские. Говорят, что и китайцы тоже что-то начнут поставлять или уже начали поставлять, ну и так далее. То есть тут примерно то же самое происходит. И в этой связи не совсем понятно, что российские политики, да, ну вот там МИД условно, да, что путинская власть может этому противопоставить, потому что против Украины российская армия и так использует все возможные средства, совершая и военные преступления, в том числе, и ничего никогда не ограничивала российскую армию. И с 22-го года, с самого начала полномасштабного вторжения и без всяких там ударов американским оружием по Белгородской области российская армия обстреливала и Киев, и другие города Украины, и мирные объекты и так далее. И сейчас не совсем ясно, что бы они могли бы еще такого, скажем так, страшного сделать в ответ на вот такой шаг. Ну то есть понятно, что есть ядерное оружие, но, наверное, все-таки оно не будет применено в ответ на там снаряды, которые летят по российским военным на границе Белгородской и Харьковской областей. Ну тут надо сказать, что США не единственная страна, которая разрешила использовать свое оружие. И помимо США в списке стран есть еще Великобритания, есть Франция. Но вот Германия совсем недавно об этом заявила. При этом Путин буквально несколько дней назад, находясь в Ташкенте, сказал, что если что-то подобное произойдет, и европейские снаряды, европейское оружие будет бить по целям внутри России, и тогда вот он так обтекаемо пригрозил европейцам, сказав, что в Европе очень плотная застройка, очень высокая плотность населения, и что европейские лидеры должны все-таки иметь это в виду, прежде чем разрешать Украине использовать оружие. Может ли Россия представлять какую-то опасность для Европы, как ты и думаешь? Я думаю, что это, конечно, больше риторика. Если брать Путина, то он как-то сам, видимо, забыл, что считает Крым российской территорией. А по Крыму мы знаем, что не раз уже западное оружие било, и даже на этой неделе были прецеденты. То есть это происходит регулярно. И крылатые ракеты из Франции и Великобритании, и американские ракеты, те же самые атакамцы, да, то есть американцы, другие западные страны не ограничивали никак нанесение ударов по Крыму, потому что они считают это украинской территорией, то есть территория, оккупированная российскими войсками, с зоной боевых действий, соответственно, здесь ограничений нет. Ну, Путин всегда заявлял, что Крым это российская территория, но при этом вот каких-то ответов жестких после ударов по Крыму и нет. Поэтому я думаю, что все, что он сейчас говорит, это больше риторика. Конечно, нельзя забывать один важный факт, что все-таки в России сейчас диктатура, Путин диктатор, и вот что ему в голову придет, то он может и выкинуть в следующий раз, поэтому, конечно, это всегда повышает риски. То есть, естественно, все знают, что там, скажем, ядерный удар — это путь к катастрофе, ну, общемировой катастрофе. Но когда решение зависит от одного конкретного человека, который явно тоже не очень уже давно дружит с головой и который ради своих амбиций готов убивать тысячи людей, посылать на смерть сотни тысяч людей и убивать с другой стороны также сотни тысяч людей, то тут, естественно, риски подобных вещей возрастают. Но это, по сути, единственное, что Путин может сделать — это, ну, начать войну с НАТО, а война с НАТО открытая ведет сразу же к ядерному конфликту. Ну, я думаю, что на это он все-таки не пойдет. Ну что ж, спасибо тебе за твой комментарий. Я напомню нашим зрителям, что если такого комментария им недостаточно, то по субботам в 15 часов выходит военное положение вместе с Яном Матвеевым, так что присоединяйтесь к популярной политике завтра, а сегодня говорю Яну Матвееву, военному аналитику. Спасибо, увидимся в следующих эфирах и в следующих темах дня. Субтитры сделал DimaTorzok